Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. И вместе со мной за повседневной жизнью Перми и Пермяков наблюдает оператор Василий Дулепинских. Мы колесим по Первовскому дворам улицам на комфортабельном автомобиле Chery M11, любезно предоставленном компанией Демидыч на улице Ким, 75. Сегодня машина подвергнется серьезным испытаниям, потому что мы планируем проехать преимущественно по дворам и междворовым проездам. Именно их содержание и станет сегодня темой нашего спецпроекта «Комфортная среда». Горожане вязнут по колено в снежной каше, и в своем отношении к этой ситуации они, в принципе, единодушны. Очень неудобно. Очень неудобно. Очень плохо ходить по дорогам, особенно старикам. Молодые это еще пройдут. Вот дети с колясками, посмотрите, как плохо проходить. Почему дороги не чистят? Это ужас, что творится ведь, а? Плохо. Убирать надо? Вообще неудобно, честно. Грязь, слякоть и раздражает. Дворовые территории несет ответственность организация, в чем управление находится данный жилой дом. Это либо управляющая компания, либо ТСЖ, либо управление ЖСК. Все остальные территории, которые находятся на городских землях, это улицы, это внутриквартальные проезды, улицы, дороги частного сектора. Все находятся в ведении муниципалитетов. И ответственность, контроль несут заказчики работ. Это районное благоустройство, учреждение благоустройство районов. Понятное дело, что весь город сразу почистить невозможно. Поэтому он разбит на территории, по категориям. И на каждую категорию дорог и проездов существуют определенные нормативы. Какие? Нам рассказали в муниципальном управлении внешнего благоустройства. Понятно, что в первую очередь поступают к улицам первой категории. Дальше по маршрутам общественного транспорта. Подъемы, спуски, остановки общественного транспорта. Потом по категориям уже переходят на третью категорию с вывозкой. И дальше уже внутриквартальные проезды. Сроки все определены в муниципальных контрактах. И, соответственно, в нормативах города. То есть по вывозке это, что по третьим категориям, чтобы вал не превышал допустимых размеров. По внутриквартальным проездам, чтобы была видимость обеспечена. То есть сплошной вывозкой не предусмотрено контрактами. А по первой и второй категории это вывозка, соответственно, 48 часов и 10 суток. Если с проезжими частями коммунальщики более или менее разобрались, асфальт ровный и, в общем-то, даже практически сухой, то на пешеходных дорожках творится просто не пойми чего. Вот эту вот снежно-грязно-не пойми какую кашу приходится штурмовать в самых, что ни на есть, разных районах любимого города. Как в спальных, так и в центре. Еще одна проблема внутри дворовых проездов – глубочайшие колеи. Надо сказать, что по нормативам их вообще и в принципе быть не должно. Но они есть и водителям жутко неудобно. Совсем неудобно, потому что дворы совсем не чистят в нашем городе. Машина постоянно в колею впадает. Бабушки, видите, сами не могут идти по тротуарам, потому что они идут по дорогам. Если ваш двор, междворовой проезд, дорожка не прочищены, не надо звонить сразу в Организацию Объединенных Наций, как рассказали нам в Управлении внешнего благоустройства, начинать надо чуть пониже – с администрации родного района. Обратиться можно в отдел благоустройства района. Там разъяснят точно. Они знают прямо по конкретному метру, где заканчивается та или иная территория. Если это выясняется, что дворовая территория, то в первую очередь жители, конечно, должны спросить о своей управляющей компании, так как они платят деньги. Если что-то не получается, в районах есть инспекция по контролю за использованием территории районов, они могут наложить штраф. И также есть инспекция вневедомственного контроля, краевая, полномочия которой решает все споры между жителями и управляющими компаниями, в том числе и по прямовой территории. Вот такой получилась комфортная среда сегодня. О чем поговорим на следующей неделе, зависит исключительно от вас. Звоните и пишите, предлагайте ваши темы. Мы непременно приедем, снимем и, конечно же, зададим соответствующие вопросы компетентным товарищам. Ну а на сегодня Игорь Гиндис и Василий Дулепинских заканчивают свою трудовую вакту. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рифей» в интернете. Пишите и звоните. Завтра увидимся. На сегодня все. Спасибо. Удачи. Пока.